Вы говорили об этом? Майо, постарайся вспомнить, помоги мне. Это очень важно. Отдумайся, Мануэль. Тебе нельзя напрямую сталкиваться с Эмой, она тебя погубит. Сезара в Густо больше нет, и я не знаю, к кому обратиться. Ведь власть ее крайне велика, значит, никто не согласится помогать мне. А как насчет женщины, на которой он женился? Да, я хотел поговорить с ней, но она работает в их фирме, значит, хорошо с ними ладит. А Валерия? Когда-то вы были с ней дружны? Ее нет в Мехико, да и Гиги дружит с Эммой. Я попрошу, чтобы меня перевели, хочу быть рядом с тобой, боюсь оставлять тебя одного. Я знаю, чего ты боишься. Боюсь, как бы ты не решился на безумство и снова не попал в тюрьму. Ты права. Обещаю, я ни за что не лишусь свободы. Ведь кроме нее у меня ничего нет. У тебя есть я. Лучше тебе забыть обо всем. Я пообещала маме, что забуду, и мне это удалось. Ради этого я и уехала отсюда. Тебе было проще. А я не могу забыть обиду, которую мне причинили. Привет, Эмма. Привет, Эмма. Я ушел с работы, чтобы поговорить с тобой. Не понимаю, о чем нам с тобой разговаривать. Я хочу сообщить, что отныне я буду жить один. Один? К чему пытаться меня обмануть? Ты будешь жить с ней. Я не знаю, кого ты имеешь в виду. Я ухожу из дома, потому что мне все осточертело. Прекрасно знаешь. Я имею в виду Патрисию. Сначала ты посадил ее на место моего сына. А теперь хочешь поселиться вместе с ней? Ничего. Скоро эта нахалка поплатится за горе, которое мне причинило. Придержи язык, Эмма. Это невозможно слушать. Я ухожу, потому что мне надоела такая жизнь. Этот дом и ты. Ты уходишь, потому что эта негодяйка вскружила тебе голову. А ты просто старый дурак. Ты не сводишь с нее глаз с тех пор, как она появилась. Думаешь, я не заметила? Не заметила? Ты знал, что мой сын влюблен в нее. И все же надеялся покорить ее. Разве нет? А что будет, если я тебя не отпущу? Не говори глупостей, Эмма. Ты не в силах распоряжаться моей жизнью. Я считаю себя свободным, хотя бы потому, что ты не любишь меня. Чепуха. Ты собрался меня бросить, а говоришь о любви. Поговорим лучше о деньгах. Как мы их будем делить? Все не станется по-прежнему. Я просто перееду жить в другое место. Но имей в виду. Я не позволю тебе забыть, что фирма была создана на мои деньги. Неправда. Эти деньги принадлежали твоей сестре Лус Марии, с которой ты гадко поступила. Ты смеешь меня обвинять? Просто ты хочешь приуменьшить свою вину. Виновата ты. Ведь ты меня обманула. И я тебя не обманывала. Между нами был уговор. И к тому же речь не об этом, а о бесстыднице Патрисии, которая отняла у меня двоих мужчин. Сначала сына, а теперь и мужа. Не хватало еще, чтобы она тайком от тебя завладела моими деньгами. Ну уж нет. Хватит, Эмма. Я уже все решил. Я больше не буду здесь жить. Понятно? Подожди минутку. Я сейчас вернусь. Привет, Габи. Чего ты хочешь? Поговорить с тобой. Ты так быстро ушла из ресторана. Какое это имеет значение? Имеет. Я ждал тебя вчера. А сегодня нашел мне замену? Вот чепуха. Идем. Ты с ума сошел? Идем. Я вас познакомлю. Познакомьтесь, это Габи. Габи, это моя сестра. Привет, Габи. Меня зовут Ольга. Очень приятно. Так это твоя сестра? Конечно. Мануэль, сделай одолжение. Какое? Купи мне сигарет. Я сейчас вернусь. Значит, он не так одинок, как я думала? Да, у него есть я, и ты тоже. Габи, прошу тебя, не обижайся на мои слова. Он явно очень дорожит тобой. А иначе не притащил бы меня сюда. Он хотел нас познакомить. Ты шутишь. Я в этом уверена. Дорогой Сезар Августер, твое молчание начинает меня тревожить, ведь... Что такое одето? Важное сообщение? Да нет, Патрисия. С этой машиной опять непорядок. Ничего. Я пошлю этот факс из кабинета Дона Амброзио. Я хотела рассказать тебе, что сказал Марио насчет наследства. Потом расскажешь. Мне надо срочно отправить сообщение. Ну как, вы успели войти в сговор против меня? Или мне придется отправиться за чем-нибудь еще? Ты думаешь, мы заговорщицы? Ясное дело. Но мы не против тебя, а наоборот. Мануэль, скажи мне честно, присутствие Ганг. Зачем ты меня сюда привез? Затем, чтобы познакомить тебя с ней. Ты была права. Я знаю своего брата. Мне очень хорошо с вами, но надо возвращаться на работу. А то я бросила клиентку. Еще увидимся. Увидимся попозже. До встречи. Пока, Габи. Добрый день. Можно попросить Патрисию? Спасибо. Патрисия, привет. Это Валерия. Да, Валерия, как ты? Все хорошо. А ты, как работа? Счастье, все в порядке. Замечательно. Мы могли бы встретиться и поболтать. Когда? Будет удобно, если я заеду за тобой, и мы вместе поужинаем? Да, конечно. Тогда встретимся у входа в шесть. Да, Валерия, до встречи. Ах, Мария, я так рада. Интуиция меня не подвела. Мануэль оказался таким, как я и думала. Я тебе верю. А зачем он познакомил тебя с сестрой? Они очень дружны. Ему важно знать ее мнение. И мы с ней понравились друг другу. Она славная, и Мануэль тоже. Если честно, я тебе завидую. Адольфо уж не такой ласковый, как раньше. Его интересует один только футбол. Боюсь, как бы чего-нибудь не случилось. Но что? Почему? Перед Мануэлем стоит крайне сложная проблема. Ему придется столкнуться с очень опасной женщиной. Ах, Мэри, я так довольна. Интуиция меня не подвела. Мануэль именно тот, о ком я мечтала. Представляю. И с сестрой своей он тебя познакомил. Они так близки. Для него очень важно ее мнение. Мы с Ольгой друг другу понравились. Она очень симпатичная. А Мануэль просто прелесть. Знаешь, как я тебе завидую. Адольфо на меня вообще внимания не обращает. Все футбол, да футбол. Я боюсь, с ним что-то случится. Случится? Что? Мануэлю придется решать одну очень серьезную проблему. Он столкнется с очень опасным человеком. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...